Доброго времени суток YouTube, уважаемые психологические комьюнити. И я хочу сказать, что поистине все гениальное просто. В этом видео я хотел бы поговорить об одной из удивительных, уникальных патопсихологических методик, а именно о методике 60 слов. Все гениальное просто. Существует несколько десятков качественных патопсихологических методик и одна из них лучшая, на мой взгляд, одна из лучших, наряду с классификацией, исключением предметов, пиктограммами и так далее, и так далее, и так далее. Это методика 60 слов. На ваших экранах вы сейчас можете видеть инструкцию к этой методике. Применяется она, как правило, в медицинской, клинической практике, медицинскими психологами, клиническими психологами. Может быть использована для лиц любых возрастов, то есть начиная от самого детского возраста и заканчивая глубокими старческими возрастами, то есть 60-78 лет. Пока человек может говорить, он может эту методику легко пройти. Методика не требует никакого стимульного материала от испытуемого. Это просто листочек чистой бумаги, А4, перед специалистом-психологом, ручка, и соответственно, соответствующая инструкция для испытуемого больного. Методика возникла очень-очень давно. Одна из первых методик. Применялась она наряду с ассоциативным экспериментом Зигмундом Фройдом. Более подробно этим вопросом занимался Карл Густав Юнг ассоциативным экспериментом. Ну и как следствие вот этой методикой родилась эта методика 60 слов. Инструкция очень проста. Испытуемого в ряде других методик, направленных на исследование внимания, памяти, мышления. Методика, кстати, да, она направлена на исследование прежде всего мышления, динамики мышления в большей степени, нежели каких-то других особенностей. Наряду с другими методиками на низшие и высшие психические функции применяется. И вот эта методика 60 слов. Ну, предположим, человек прошел испытание, исследование по методике классификация, и ему предлагается ассоциативный эксперимент. И следующим можно предложить вот эту методику 60 слов. Инструкция проста. Испытуемого просят в некотором быстром темпе. Говорится в инструкции о том, что как можно быстрее вам необходимо произнести 60 слов. Психолог может даже сделать вид, сделать вид или серьезно исследовать это время, то есть достать секундомер, или на сотовом телефоне показать испытуемому, что он включил секундомер, и сказать, как можно быстрее вам надо произнести 60 слов. Уникальная, гениальная методика. Применяется она и может применяться при исследовании как шизофрении, так какого-то и умственного дефекта, врожденного или приобретенного, то есть при олигофрении или, допустим, болезнях Пика, Альцгеймера и так далее. Можно исследовать шизофренический дефект, олигофренический дефект, исследовать, дифференцировать шизофрению от олигофрении разных степеней, разных степеней, дебильности, имбецильности, диетии и так далее. Простите меня, коллеги, за некоторую такую старомодность. Люблю и все понимаю, знаю, как это описано в МКБ-10, но вот имбецильности, диетии, олигофренические дефекты для меня как-то это все уже вошло в плоти крови. Одним словом, предположим, черед называет слова, 60 слов, если он делает это несколько быстро, ускоренно, то есть, допустим, называет, быстро-быстро перескакивает с какой-то темы на тему, соответственно, можно говорить о ускоренности мышления. Если он застревает и продуцирует так называемые смысловые гнезда большого размера, я снимаю это видео для коллег-психологов и предполагаю, что они в целом знакомы с этой методикой, поскольку, в общем-то, это одна из букв патопсихологического алфавита и изучать все это надо еще в институте. Одним словом, называя какие-то гнезда, ну, предположим, там, сконцентрировавшись на автомобиле, там, колесо, руль, масло, бензин и так далее, произнеся 10-12 слов, можно говорить о некой инертности мышления, мыслительной, ассоциативной деятельности, мыслительного процесса. Некая, ну, не совсем торпидность, а именно инертность мышления проявляется в данном способе выполнения задания. Или же, опять же, упомянутая уже мной ускоренность, когда произносится много-много разорванных слов. Обратите внимание, я употребил слово «разорванных», да, то есть разорванность, она свойственна при шизофрении, то есть при выполнении шизофрениками заданий подобного рода. когда смысловые гнезда, предположим, совершенно не прослеживаются, то есть человек перескакивает с одной темы на другую. При каких-то органических приобретенных заболеваниях, пика, альцгеймера, человек может, допустим, сосредоточиться на окружающих его предметах, что, в общем-то, противоречит инструкции. Одним словом, господа, без этой буквы, без этой буквы алфавита, патопсихологического алфавита, работать нельзя. Использовать эту методику нужно обязательно, буквально при каждом патопсихологическом исследовании. Она очень проста, эффективна и дает очень-очень подчас удивительные результаты при дифференцировании каких-то заболеваний, предположим, дифференциации, вот как здесь описано даже в последнем абзаце, ограничений, ну или дифференциации олигофрении в степени амбицильности от шизофренического дефекта. То есть совершенно неожиданно выявила большой запас абстрактных понятий в сложных и сложных представлениях. Испытуемый назвал ряд слов, понятно, что очень достаточно сложных, аэродинамика, тяготение, пространство, млечный путь. Вряд ли это доступно при имбицильности. Скорее это уже будет, вот понимаете, вот одно выполнение, там 30-секундное выполнение этой методики позволит вам дифференцировать олигофрению или же качественный дефект при шизофрении. Мыслительный дефект. 30 секунд, и вы четко понимаете, кто перед вами и что надо написать в заключении, чтобы врачу-психиатру было проще и легче определиться. А вот этого человека можно, значит, допустить в армию или нельзя. 30 секунд работы, и вы король. Вы на коне, вы поставили точный диагноз. Оказалось бы, всего лишь попросили человека говорить как можно быстрее. Ну, это не профессиональные мои последние слова. Надо читать, изучать и пользоваться этой суперэффективной, суперполезной методикой. Практически, еще раз повторюсь, опять же, за мою тоже инертность, если угодно, пользоваться в любом патопсихологическом исследовании. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok